Всем привет! С вами снова я, принцесса с Молдаванки, или просто неравнодушная к Одессе и к людям Екатерины, и наш с вами блог «Те люди». Сегодня утром я ехала на работу в 10-м трамвае, проезжая мимо Красного Креста, вглядывалась в обшарпанные стены забора, и на одну из стен мой взгляд зацепился за такую надпись «Люди хотят мира». И в этот момент я подумала, вот оно, голос народа, правда, которая звучит устами такого, так называемого, стрит-арта, уличного искусства. И ведь для того, чтобы понять это и услышать голос народа, который давно уже об этом говорит, думает, и, может быть, не все боятся об этом заявить вслух, то есть боятся многие люди, мы все устали от всех этих политических войн и всех этим мира. И для этого нам абсолютно не надо слушать дебаты Байдена с Путиным, нам не надо слушать какую-то новостную повестку украинскую. Это большая политика для больших людей. Нас с вами, меня, вас, всех тех, кто едет утром на работу в общественном транспорте или просто в транспорте, заниматься своими мелкими делами, это никогда не коснется. Большие дяди играют в большие игры, а мы с вами всего лишь люди. Обычные, завистливые люди, которые постоянно хотят казаться больше, чем они есть. А разница между людьми всего лишь одна. Кто-то пиздячит и создает условия и возможности для развития других людей, а кто-то пользуется этими возможностями, а кто-то просто ноет, что у нас все плохо. А ведь нам, людям, в принципе, для счастья-то немного надо. Мира, хорошего секса и, возможно, зарабатывать деньги. И, в принципе, в нашем городе, как и в нашей стране, все эти потребности удовлетворить вполне себе возможно для тех, кто хочет. Для тех, кто не хочет, причины всегда найдутся. Так что оставайтесь людьми, наслаждайтесь жизнью, занимайтесь сексом, любите людей, и все у нас будет хорошо. А еще слушайтесь мудрую Катю, она вам плохого не посоветует. До новых встреч! До новых встреч!